МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваша информационная программа Республика. С главными событиями дня вас познакомят наши корреспонденты. Я Юлия Важенина. Сегодня в выпуске. Беседа о насущном глава Чувашии Михаил Игнатьев в Москве дал интервью журналистам и Тартас. А нюх, как у собаки, студентам Серхозакадемии и нашей съемочной группе показали будни кинологической службы. Родом из детства в Чебоксарах открылась выставка войлочной скульптуры. Чувашия продолжит реализовывать проекты в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Дальнейшие планы развития этой отрасли глава Республики обсудил на встрече с руководителем Федерального фонда содействия реформированию ЖКХ. Дмитрий Ковалев сообщит подробности. Фонд содействия реформированию ЖКХ окажет Республике поддержку. Глава Чувашии Михаил Игнатьев и руководитель госкорпорации Константин Цицын обсудили дальнейшие планы по модернизации жилфонда и переселению граждан из аварийного жилья. В последние годы в Чувашии совместно с Федеральным фондом был отремонтирован 691 дом. На эти цели было направлено более 700 миллионов рублей. Большие средства выделены и на реализацию программы переселения граждан из аварийного жилья. На воселье сыграли уже 7 тысяч человек. В следующем году из старых бараков должно переехать еще 3000 жителей Чувашии. Многое мы сделали. Выходим на завершающий этап, четвертый этап. Цифры, параметры все обозначены. Мы должны, выполняя указ президента, переселить 13100 человек практически. Стоимость этой программы 5 миллиардов 100 миллионов рублей. Мы деньги, деньги, финансовые средства по графику всегда получали. Никаких сбоев никогда не было. Обязательства мы со своей стороны стремимся выполнять. Михаил Игнатьев, Константин Цицын обсудили и другие проекты. К примеру, в следующем году в республике предстоит наладить полный цикл переработки и утилизации отходов. На самом деле, они тоже ответственное решение приняли для себя. Выделили республике, Чувашской республике на этот проект. 122 миллиона рублей субсидирование процентной ставки предпринимателю, который взял кредиты для реализации данного проекта. Это очень значимо. На самом деле, мы в числе лучших регионов Российской Федерации сегодня находимся. Кроме этого, мы в республике планируем с учетом инвестора, конституционера, еще построить два или три мусоросортировочных или мусороперегрузочных станции. И территории республики в течение трех лет будет закрыта полностью по переработке, по сортировке твердых бытовых отходов. Руководитель Федерального фонда назвал республику надежным партнером. Константин Цицин отметил, что планы региональных властей будут поддержаны. Матрик Валев, Росель Мухаметов, Республика, из Москвы. Сегодня же Михаил Игнатьев ответил на вопросы журналистов информационного агентства «Итартас». Сейчас наши коллеги готовят к выпуску большой материал о Чувашской республике. Фрагменты беседы в репортаже из Москвы. Беседа длилась больше часа. За это время Михаил Игнатьев успел рассказать о социально-экономическом развитии республики, промышленном потенциале, культуре и не только. Журналисты оценили по достоинству работу региональных властей по привлечению инвесторов. Глава Чуваши отметил, что в республике для предпринимателей стараются создавать безбарьерную среду для ведения бизнеса. Мы навели порядок предоставления земельных участков. Мы навели порядок предоставления имущества как республиканской собственности, так и муниципальной собственности. Хотя отдельные вопросы остаются. Я здесь очень взыскательно подхожу. Это вообще федеральная повестка дня. Не первый раз была озвучена президентом Российской Федерации. И практически все отношения по имуществам и земельным вопросам у нас выведены на рыночный механизм. На рыночный механизм. Открыто, прозрачно, публично. И это дает нам сегодня возможность снижать коррупционные проявления. Журналисты Тартаса вспомнили о выступлении одного из участников форума ОНФ, который прошел в этом году в Яшкарале. Тогда он пожаловался президенту страны на завышенные тарифы по статье утилизации отходов. Если взять вывоз мусора, цена вопроса для нашей республики это примерно 300-350 миллионов рублей. Вот мы говорим, я платим, да? Вот вы сколько платите в Москве за вывоз мусора? В квитанции отдельную сруху едят. Муж платит? Здорово. Вот мы посчитали, даже с учетом того, что 425 рублей говорят, вот я напишу, семья из трех человек в 54 квадранных метрах в месяц платят 70 рублей. Люди за мусор уже заплатили. То, что жили управляющая компания, нанимает перевозчик мусора. Ну, да. Перевозчик мусор наняли, перевозчик, соответственно, хочет на этом заработать большие деньги. За тот мусор, который население заплатил, с экономией эти средства на чем? Они этот мусор хотят повезти во враг, посадки, в леса и так далее. Наша задача, чтобы перевозчик, который уже получил завод из этого мусора, возил этот мусор в надлежащий оформленный полигон. Полигон с екенцией, соблюдающий все сампин требования. Не то, что перевозчик сейчас возит в купе, полмашины может пустое, половина, а насчитывает все, весов нет. А сюда привозят весы на входе, весы на выходе. У нас прессуется оно, 10-ти тонники или 20-ти тонники. Выделений газов никаких нет, как в обычной свалке, свободно там привезли мусор, пакеты вывалили, там трамбуются. А газы-то, метан выделяется. Это же экологическая безопасность. Михаил Игнатьев пригласил журналистов и Тартас в республику, чтобы посмотреть все воочию. Наши коллеги пообещали приехать. Полная версия интервью будет размещена на информационном портале на следующей неделе. На заседании коллегии Министерства экономического развития республики сегодня обсуждали вопрос внедрения механизмов проектного управления в органы государственной и муниципальной власти. Проектное управление предполагает системную перспективную работу по ключевым позициям развития. Каждый год определяются разные приоритеты. Одним проектом занимается один комитет. С учетом направлений их формируется несколько. Создается нормативно-правовая база. Республика в первой среде всех субъектов Российской Федерации у нас в 2011 году приняла 14 государственных программ. Все мы знаем, в 2013 году у нас уже программы внедрялись на муниципальном уровне. В 2016 году мы утвердили 16 программ. И с 2017 года у нас будет реализовываться уже 16 программ. Образование, ЖКХ и городская среда, малый бизнес и развитие моногородов. Вот основные позиции, на которые будет сделан упор в следующем году. Проектное управление в образовании даст детям больше возможностей заниматься творчеством и спортом, сделая дополнительное образование более качественным и доступным, в частности на селе. Особое внимание будет уделено улучшению ситуации в моногородах. Сейчас в них живет каждый десятый житель республики. Безработица, снижение доходов, отток людей – все это негативные последствия такой городообразующей зависимости. В рамках проектной деятельности звучат предложения по созданию там небольших предприятий, что обеспечит трудовую занятость населения. Но такого рода управление требует хороших знаний. Этому надо учиться. Поэтому для работников органов власти разного уровня будут предусмотрены различные семинары и тренинги. Собака – друг человека, а иногда и напарник. Это хорошо понимают кинологи. Четвероногие помощники незаменимы в оперативной службе. Они находят и пропавших людей, и запрещенные вещества. Нюх их никогда не подводит. Где готовят и как тренируют служебных собак, узнавали студенты сельскохозяйственной академии и наша съемочная группа. Сегодня немецкая овчарка Хан вместе с кинологом отрабатывали задержание преступника. Задача проста – найти, задержать и охранять. Тренировки проходят два раза в неделю. Обучение – многопрофильное. Обнаружение взрывчатки и наркотических средств, внесение патрульно-постовой службы, поиск людей. Бельгийской овчарке Буяну уже шесть лет. За время службы он не раз доказал свой профессионализм. Отличный нюх, бесшумная походка и мгновенная реакция. Все эти качества помогают четвероногим полицейским блестяще справляться со всеми заданиями. Тем более, когда рядом с ними верный друг и напарник. Сегодня на страже стоят более 40 собак, которые готовы в любой момент прийти на помощь. В кинологическом центре овчарок большинство, но есть и лабрадоры, и кокер-спаниели. Стать полицейским может не каждый четвероногий друг. Собака должна соответствовать определенным критериям. Основной критерий, например, собака должна быть выносливой, чтобы поисковые качества у нее очень хорошие были, то есть обоняния хорошие. И как бы она с желанием все делала. Именно интерес к этому. Собаки востребованы по всем направлениям, значит замены им собачьему носу у нас пока нет. Чему помогают собаки? Это защита именно человека. Всех собак, которые поступают на службу, дрессируют в течение трех месяцев. После проводят аттестацию. На выполнение задания идут команды «Человек-пес». Один кинолог может работать с двумя собаками. Обо всем этом сегодня узнали студенты сельскохозяйственной академии. Я люблю собак. Мне это нравится. Изначально мне вся военная тематика нравилась, но больше всего мне понравилась кинология. Я решил пойти на кинологическую службу. Так что это мой выбор. Все направления интересные, но более предпочитательны для меня гражданские направления. Патрулирование и поиски людей. По моему мнению, это более интересно. Чтобы стать кинологом, нужно иметь военный билет и соответствующую подготовку. А также пройти специальные курсы при профильном ведомстве. И самое главное, любить собак и быть им верным другом. Татьяна Леонтьева, Сергей Адушкин, Республика. В Национальном музее открылась выставка «Теплый день». Таким образом, сотрудники музея и мастерицы Ирина Андреева из Москвы решили отметить наступление зимы. Каждый, кто заглянет в выставочный зал, сразу почувствует атмосферу тепла и домашнего уюта. Ирина Андреева не в первый раз проводит выставки в столице Чувашии. Чем художница удивит чебоксарских зрителей на этот раз в нашем репортаже. Кукла, фортепиано, кошка. Эти предметы – часть экспозиции «Теплый день». Ирина Андреева – одна из немногих художников, создающих скульптуры из войлока в технике «Мокрое валяние». Мастерица уверена, этот материал лучше всего подходит для передачи чувств и эмоций. Раз это воспоминания, то девочки все – это отчасти я и мои сестры, и котята. Это та кошка, которая жила всегда со мной, и с памяти я черпаю сюжеты, вдохновение из какого-то ностальгического такого момента. Войлок – самый теплый материал, а детство – самые теплые воспоминания. В этом зале зритель может пережить самые памятные его моменты – Новый год, каникулы у бабушки в деревне, черно-белые советские мультики. «Эмоции, понятно, это тепло, это любовь, это открытая душа автора, это место, где можно быть самим собой. Почти везде присутствует вот эта девочка, которая, девочка Ира, та швейная машинка, которая стоит около окна. Это тоже мамина швейная машинка, которая осталась в дальнем-дальнем детстве». Войлочный мир Ирины Андреевой знаком жителям многих российских и зарубежных городов. И везде ее встречают с восторгом и восхищением. В Чебоксарах открылась юбилейная 55-я экспозиция. А уже через год художница обещает приехать к нам с новой выставкой. «В планах у меня творить и радовать людей дальше». Рената Сагдеева, Андрей Шоклев, Республика. В Ледовом дворце Чебоксара-арена вновь честовали спортсменов Республики, которые отличились на чемпионатах мира и Европы. На этот раз порадовали гиревики, бадминтонисты и армрестлеры. «Нам есть кем гордиться. Всего месяц назад в этом же зале министр физической культуры и спорта Республики Сергей Шелтуков встречался с победителями и призерами первенств мира по самбо и армрестлингу. Сейчас повод похожий. Сразу три студента Чувашской сельскохозяйственной академии стали обладателями золотых медалей на чемпионате мира по гиревому спорту». «Александр Павлов. В 2014 году он стал чемпионом мира. Смотря на него, мне захотелось тоже. Надо же, наши спортсмены могут выбиться. Ты уже видишь, что это реально, это возможно. В голове закладывается уже цель, а потом это уже превращается в мечту. И вот до своей мечты я шла два года. В прошлом году на чемпионате мира в Ирландии, в городе Дублин, в столице, я заняла второе место, проиграв спортсменки из Казахстана. А в этом году сам чемпионат мира проходил в Казахстане. То есть мне было еще сложнее, поскольку соперница выступала на родине. Но мечта сбылась. Все возможно, все реально. Стоит только захотеть». Отличиться удалось и Юрию Степанову, и Павлу Попову. На чемпионате Европы спорта лид с поражением опорно-двигательного аппарата. Наши бодоментонисты взяли бронзу в одиночном и парном разрядах. Дальше больше, надеются спортсмены. «Планы у нас грандиозные, скажем, участие на паралекистских играх. Это в 2020 году, я помню, как любой спортсмен. Мы живем с этой мечтой, с продолжением поступаем в секреты, попасть на эти игры. Чтобы попасть, вы сами знаете, надо много работать, много надо тренироваться, уезжать от нас в различные соревнования». Сразу по две медали высшие пробы завоевали на чемпионате мира по спорту глухих армрестлеры Рамиль Гарифулин и Сергей Ванин, выступив успешно в борьбе как на правой, так и на левой руке. С этими и другими атлетами, представляющими инвалидный спорт, можно будет встретиться 1 декабря на спортивном фестивале, посвященном Международному дню инвалидов, который пройдет в спорткомплексе в Новочебоксарске. Старт фестивалю будет дан в 10 часов. Екатерина Абрамова, Сергей Адушкин, Республика. Сразу после выпуска новостей смотрите интервью по существу. Гость программы Татьяна Николаенко, руководитель аппарата общественной палаты Чуваши. Наши новости и программы смотрите на сайте НТРК21.ру. А я с вами прощаюсь. Увидимся в эфире национального телевидения Чуваши. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин